Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет немецкое пиво. Это, можно сказать, популярное пиво, которое продается в крупных супермаркетах. Но, тем не менее, это не то, наверное, самое популярное немецкое пиво, которое мы обычно наблюдаем в магазинах тех же Магнит, Красно-Белое и такого плана, типа Паулайнер, Францис Каммер, Шпаттен. Ну и я не считаю там специалитетов, которые специально делаются для КБшки, да, всякие там Хупрайдеры, Апостолы, ну и вот это вот все прочее. В общем, такое пиво, это по факту, хотел сказать, три лагера, но у нас фрюх, это такое непонятное пиво, пёльш. Я такое пиво еще не пробовал, это лагер, но который сбраживается элевыми дрожжами. Вот, все, что я могу сказать, немножко как бы почитал, но особо не углублялся, поэтому интересно будет попробовать. Ну и я так думаю, два достаточно таких обычных немецких лагеря, от которых я особо ничего такого не жду, то есть должно быть просто, ну я надеюсь, что это будет просто хорошее светлое пиво с небольшой умеренной горчинкой, скорее всего что-то в этом роде. Сразу скажу по ценам. Все, наверное, примерно сейчас стоит в районе 150 рублей, можно по скидосикам где-то брать. Что-то дешевле, вот я точно не помню, но вот эти два по-моему я брал дешевле, фрюх я брал примерно в районе 150 по скидосику. Вот, без скидки опять же я не могу точно сказать, потому что каждый магазин лепит свое. Кто-то может и по 300 сейчас поставить ценник, кто-то там поставит 180 обычный ценник там, да, и будет там по скидке за 130 там те же вот эти пиво продавать. Но сейчас все знаете, что могут быть проблемы с логистиком, поэтому обсуждать сейчас ценовую какую-то политику смысла не имеет. Мы, я даже не стал там чеки искать, почем я брал, потому что я брал уже месяца три назад, здесь контр-этикетка на русском языке приклеена. Соответственно вся информация будет на банке написана, в общем на языках, а подожди смотри, ингредиенты, вода, ячмены, солод, хмель, смотри, здесь есть по-русски, кстати, написано. Здесь на многих языках, но именно состав указан и по-русски в том числе. Прикольно, но тем не менее наклеена контр-этикетка. Давайте зачитаю общую информацию. Пиво флюк Кёльш, светлое пастеризованное, фильтрованное, объем 0,5, объемная доля этилового спирта 4,8. Состав. Вода подготовленная, солод пивоварный, ячменный, хмели, хмели, продукты. Изготовить, ну изготавливается в Кёльше, ой, в Кёльне, блин, в Кёльше, в Кёльне. Ай, вот, в общем, все понятно, короче, погнали пробовать пиво, то я так и буду там уже на Кёльше и переключу. Кстати, сегодня буду прикольно пить все вот это немецкое пивко, вот с таких вот кружек с разными, с разными неймингами, да, вот. Притом, ну два это российских, а козел в принципе у нас в России тоже делает, поэтому можно считать, что все российские, короче, нейминги. Хопрайдер, это там какая-то, какой-то местный заводик, вот. Давайте наливать пивко. Смотрите, одна пена. Может так наливается, конечно, но такое светлое пивко, что тут еще скажешь, правильно? Давайте я баночки все-таки передвину, постепенно будем, чтобы пиво здесь как сюда поставить поближе. Смотрите, пена такая мощная, кстати, мощная карбонизация достаточно наблюдая, подсветует вот такой золотистый цвет, то есть по похожей, если с нашими аналогами, ну у меня сейчас достаточно, я много светлого нашего пива повидал, потому что светлая лига и все такое, вы, ребят, понимаете. То есть мне вот этот цвет напоминает скорее вот это хамовники пильзинская, вот какой-то такой цвет. То есть это явно не цвет там жигулей условных или крушовицы, то есть этот цвет, вот как правильно вот если цветовую вот эту градацию проводить, я просто не знаю. Я всегда это называл такой легкозолотистый, такой близко, ну то есть совсем никакого оттенка вот в сторону темного нет, то есть максимально светлое, можно сказать, пиво. То есть бывает еще светлее, но это как правило уже совсем либо слабое пиво там с небольшой содержанной экстрактивности, либо это, ну, не знаю, какой-нибудь, помнится пил этот, Crystal Wise, вот оно тоже было такое, оно было прям еще более, но оно немножко другого все-таки, ладно, цветового была эта оттенка. Давайте в общем переходить к пиву, смотрите какая богатая пенка, богатая пенка, ее поддерживает богатая карбонизация. Кстати приятные солодовые тона, такие прям, прям хорошие. Сейчас лето, жара, как раз охота бахнуть светлого обычного пивка из обычной кружечки, что собственно говоря сейчас и сделаем, немецкого пивка. Какое легкое пивко, очень легко заходит, очень питкое, немножко сладковатое такое, солодовое, вот, горечи нет вообще. Чисто такой напиток для запивания, в принципе, кстати, оно достаточно приятно именно как и сам напиток. То есть, не то, что там обязательно что-то надо запивать, вполне можно такую баночку, бутылочку, баночку, да, просто закинуть там для утоления жажды, потому что оно супер питкое, оно очень легко идет, очень мягко, не вызывает никаких-то негативных таких желаний, там, не знаю, там, горечи, да, или какой-то такой. Вот, абсолютно я выпил, у меня нет сейчас во рту никаких, вот, там, остаточных, там, послевкусий и все прочее, очень быстренько, легко заходит, но при этом сам именно вкус в тот момент, как будто, знаете, такое впечатление, что оно вот, вся вот эта вот полнота вкуса, она вот именно в этот, в тело вся замкнута. И из этого тела ничего больше не выходит, вот, вот все туда и все. То есть, нету чего-то такого остаточного. Сейчас еще глоточек, подтвержу или опровергу свою теорию и поедем дальше. Легкое, приятное пивко, вот, горчинки практически нету, на второй глоток вот минимальное есть, очень питкое, вот очень-очень питкое пиво, такого, вот лично я бы выпил там 3 литра вообще без проблем, вот просто, если бы там у меня рыба, тут еще бы, была бы я бы тут сейчас. Сел бы, увлекся всем этим делом. Так, да даже там и 4 литров залить, ну, зависит от того, сколько времени, то есть, очень-очень питкое пиво. Так, поехали дальше, битбургер, премиум пилс. Здесь, знаете, в чем дело? Я ничего вам не прочитаю, скорее всего, потому что я ни черта не вижу. Вот, я знаю, видно там будет на камеру, ну, в общем, вот этот вот шрифт, вот таким шрифтом написано вот на таком цвете банки, мелкими буквами. И ни черта не видно, все на свету развивается. Единственные характеристики озвучу. 4,8 алкоголя здесь и 11,3 сусла. Здесь вся информация, притом, именно на русском, именно напечатан на банке. Почему они выбрали такой шрифт? Я не представляю. Вот стрихкод черным, читается идеально. Вот это, премиум пилс, вот это все, читается идеально. Ну, почему такой? Ну, как вот так вот можно оформление делать? Я не могу прочитать, что здесь пишут вообще. То есть, мне, чтобы прочитать, мне надо, я не знаю, вот так вот закрываться и туда чуть ли не залазить. Я этого делать, конечно, даже не буду. И буду просто наливать пивко. Точнее, вот так вот, когда оно стоит, когда ничего на него не ложится, еще можно что-то где-то разглядеть. Ну, я, ребят, посмотрел, на самом деле, состав перед записью ролика, там ничего нет необычного. Абсолютно стандартный состав, поэтому ничего такого. Это у нас премиум пилс написано. Кстати, напишите в комментах, вот ваше мнение. Пилс, пилснер, в немецком именно пиле, потому что вот Родебергер, например, у нас написано будет пилснер. Это имеет какую-то, может быть, разницу там в степени горечи. Или в степени чего, по вашему мнению. То есть, научные там данные, да, я их тоже могу прочитать в интернете. Мне интересно именно вот ваши какие-то наблюдения. То есть, вот вы как любители пива, наверняка же пробовали много разного пива. И немецкого в том числе. И наверняка раньше было много еще какого-то другого пива. Оно менялось, то есть, там в том же КБ, наверное, постоянно идет ротация. Понятно, что, наверное, там все-таки пиво, оно более такого, ну, попроще в целом. Хотя туда тоже лепят поставим. Вообще, это же любовь, вот мне кажется, у нас лепить. Везде вот это слово пилснер. Но вот пилс у нас почему-то не лепят. Вот. Просто напишите, кому интерес, кому есть что по этому вопросу сказать. Кстати, по цвету, вот смотрите, вот это уже битбургер, он уже более такой темноватый цвет. И тоже обратите внимание, пена. Вот почему в российском пиве пена вообще не стойкая. В немецком, вот смотрите. И эта пенка, она, это вот в лагере пенка, она все равно устойчивая достаточно. Мы не говорим про пшенички, да, когда там мелкозернистая вот эта пена. А здесь пенка, смотрите. Даже вот в Кельше она еще есть. Вот смотрите. А прошло уже сколько времени. Ладно, давайте смотреть, что по пиву. Ароматика здесь, по крайней мере, через пену очень слабая. Но тоже сладковатая, солодовая, ничего необычного. По вкусу тоже хорошее, кстати, пиво. Приятное, мягкое. Опять же, питкое. Но здесь небольшая горчинка вот на послевкусии, таким с накапливающимся эффектом присутствует. Приятное пиво, достойное. Горчинка, кстати, такая накапливающаяся прям. То есть вот именно в глотке она не чувствуется, но потом постепенно, постепенно, постепенно она накатывает. Это не какое-то там супер горькое пиво, но здесь горчинка ярко выраженная, остаточная имеется. Хороший лагерок с небольшой горчинкой. Так, ну что, поехали смотреть последнее пиво Радебергер Пилснер. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное, состав вода питьевая, пиво... Блин, тут запятая плохо проставлена. Пиво вареный солод, ячменный светлый, необычное какое-то вроде так. Пиво вареный солод, ячменный светлый. Хмель, экстрактивность начального сусла 1,65, алкоголь 4,8. Так, изготовитель Радебергер, экспорт, бир, брауэри, местонахождение, физический адрес, Радеберг, Германия. Вот. Здесь, кстати, на банке на многих языках написано это... Ну, что-то написано, в том числе иероглифы, я думаю, это китайский язык, наверное. Поэтому пиво, скорее всего, именно эта банка предназначена для импорта. И смотрите, импорт from Germany, видите, красным крупно вот написано. То есть, это пиво специально для импорта гонится. Вот. То есть, кто-то, я знаю, любит там искать всякие... Ну, типа, для Германии одно пиво делают, а для импорта другое. Вот. Это, кстати, можно отдельно, наверное, даже поговорить про эту тему. И что есть всякие там региональные адаптации, допустим, одного и того же пива. Вот. Ну, это уже отдельная тема для ролика. Это надо еще теоретическую, так сказать, немножко подготовочку провести. Вот. И поболтать можно будет, как ведь, на эту тему. Так, давайте смотреть, что за пиво. Это пиво, по-моему, вообще... Вот даже с... Нет, ну, оно вот на фрюх оно очень похоже. Хотя еще, мне кажется, более такое чистое, еще более, можно сказать, фильтрованное, еще ближе к воде такого цвета. Опять же, пена. Блин, опять же, пена. Вот все три пива, они все были с крутой, прям мощной пеной. Ни одного из этого пива не было, что без пены. Сколько мы записывали в Лигу Светлого? Вы где-нибудь там пену видели? Не то, что такую. Ну, я имею в виду, такая она может где-то и была, но которая моментально осела. То есть, которая просто из-за... А именно вот, что пена вот так вот стояла где-нибудь в Лиге Светлого. Вот это вот вопрос, да. Почему у них вот так, вот у немецкого пива, а у российского почему-то с пеной имеются проблемки. Ну, ладно, пена это пена. Везде, кстати, карбонизация достаточно такая, ну, выше среднего, скажем так. Где-то совсем она была мощной, где-то поменьше. Но, тем не менее. В общем, давайте смотреть по пиву. Тоже приятные, кстати, солодовые тона. Вот тоже на удивление, да. Во всем вот этом пиве немецком, сегодня у меня такие чисто достаточно схожие, сладковатые именно солодовые тона и достаточно приятные при этом. Давайте попробуем. Здесь горчинки уже в теле намного больше. Это пиво уже такое с горчинкой. Именно тельность самого пива, она с горчинкой идет. И вот это и послевкусие накапливается из-за тельности. Здесь само тело уже идет менее такое солодовое, больше такое проще, наверное, в плане самого тела, но несущая в себе вот эту хмелевую горечь. Приятное пиво, хорошее пиво. Как бы все, ребят, сейчас буду подводить итоги. Все пиво, я вам скажу, мне понравилось. Все пиво крутое. Я бы его с удовольствием покупал, если бы оно было подешевле. Вот такие дела. Ну просто там по 150 дороговато. Рублей бы по 70 было бы само то, но как бы это так, больше из разряда фантастики. Вот такое пивко я бы реально с удовольствием пил. Оно прям крутое все. Хотите горчинку вот прям в... Вот это, грубо говоря, ребят, вот хамовники пильзинские. В улучшенном варианте. Вот это хамовники пильзинские. Фрюх. Ну я вот так вот на вскидку не скажу. Но это вот какое-то такое прям совсем медовое такое течение какой-то легкой реки. Да, вот которая вот у вас так идет. Приятно и восхитительно. Которое просто можно пить и домой сделать геколитрами какими-то и наслаждаться. Ну и, соответственно, битбургер. Что-то посередине. Обычный, как бы, хороший лагерок. Ну это прям саладу прям вот... Прям сладковато. Это, конечно, в медовых немножко каких-то оттенках. На этом я буду прощаться. Пишите в комментариях, как вам это пиво. Кому что понравилось, кому что не понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на альтернативные каналы. И всего доброго. До новых встреч. Пока.